Я простой парень с Багамских островов, который приехал в Штаты с мечтой, когда ему было всего лишь 12 лет. Я не могу назвать этот путь ничем иным, как божьим планом. Следующая остановка. Драфт NBA 2018. Знаю, что буду первым номером на драфте. Ну что ж, проверим слова этого парня. Всем привет, баскетболисты, и сегодня, как вы уже, наверное, поняли, у нас Деандре Эйтон. Он же самопровозглашенный король драфта 2018 года. И, пожалуй, самый перспективный проспект этого года. Но так ли это, мы прямо сейчас и посмотрим. Но перед тем, как мы стартанем, бойлеры, как обычно, пишите в комментариях, кого дальше мы будем разбирать из грядущего драфта. Ну а теперь, погнали смотреть. Итак, знакомьтесь, господа, этого парня зовут Деандре Эйтон. И прямо сейчас его называют чуть ли не главной звездой и самым большим феноменом университетского баскетбола. Тот самый сложный путь от игрока на Багамах до практически топ-1 драфта Эйтон действительно прошел нелегкий. Начав его, знаете, с чего? С футбола. Ну вот, да, вот так вот получилось, что футбик тоже хорошо подходит для развития навыков, координации и скорости. Но сокер в жизни молодого таланта был забавой недолгой, так как в возрасте 12 лет в крохотную школу на Багамах в Альфроуд на тренировку по футболу внезапно приехали скауты и заметили парня ростом 198 сантиметров. Хотя, как тут можно было вообще не заметить такого огромного футболиста? Кстати, а как вы думаете, на какой позиции играл Эйтон? Пишите свои варианты в комментариях, посмотрим, какие из вас футбольные менеджеры. В общем, после того, как столь высокого футболиста приметили, в его жизни все кардинально изменилось, начав, конечно, с само собой ухода из футбола и прихода в мир большого баскетбола. Перебравшись в среднюю школу Бальбоа, таланты парня к игре начали выстреливать один за другим. А то, что он демонстрировал на паркете, не только вызывало у болельщиков истинный восторг, но и само собой помогало его команде. Например, установить рекорд школы из 17 побед. Кстати, если брать стату, то она составляла в среднем 21 очко, 16 подборов и 3,8 блока за игру. То есть уже в средней школе Эйтан начал фигачить дабл-дабл в среднем за сезон. Согласитесь, это достаточно неплохо. В следующем году Деандро перебирается в Академию Хилкриста, где продолжил бомбить с еще более страшной силой. И набил себе стату в 29,2 очка, 16,7 подборов и 3,8 блока в среднем за игру. А сезон 16-17 для Эйтана так и вообще стал урожайным. Рекорд Академии в 33 победы при 6 поражениях. Опять дабл-дабл за сезон со статой в 26 очков, 15 подборов и 3,5 блока. Попадание на Найке Хубсаммит 2016 и уже звание чуть ли не головного прорыва в мире баскетбола. Так, ну идем далее. После школы и тем более такой школы перед парнем, конечно же, стал вопрос, куда он пойдет продолжать свой баскетбольный путь. И с предложением у него по универам были Аризона, Канзас, Кентукки, Мэриленд и Сан-Диего. Выбор же, очевидно, пал на Аризону. И знаете, что произошло с Эйтаном в университете? Конечно же, он продолжил разрывать. И что самая интересная статистика со средним дабл-даблом сохранилась. Цифры, конечно, уменьшились, но все же остались на приличном уровне. 20 очков, почти 12 подборов, 1,6 ассистов и 1,9 по блокам. Жалко только, конечно, что они на мартовском безумии слили Баффало в первом раунде. Ну, хотя да ладно. Но это все голенькая статистика и чуть-чуть истории. Но нас же с вами интересует еще и игра. И тут, как вы, наверное, догадались, у Эйтана тоже все в порядке. За исключением, правда, пары моментов. Начнем с антропометрии. Рост Деандры на данный момент составляет 2,16 метра. Вес 112-113 килограммов. Размах рук 228 сантиметров. Это, конечно, меньше, чем у предыдущего парня, которого мы разбирали. Но и сказать, что это прям мало, категорически нельзя. Что получается по игре? Тут, на самом деле, из плюсов можно перечислять очень долго. Взять, например, только то, что Эйтан — это не просто семифутер, который обладает охренительными данными по физухе. И то, что он не только топчется в краске. Но еще он также может и со средней поливать, будь здоров, и треху у центра летит с процентом в 34. В общем, арсенал у парня богатый, и единственное, пожалуй, за что прямо цепляется глаз, глядя на игру Эйтана, — это его статистика по блокам. И как, на мой взгляд, для парня с такими габаритами и такой подвижностью, так еще и плюсом, где идет адская мухобойка в придачу, бананы он ставить должен, ну, гораздо чаще. Тем более, что раньше этот показатель был как минимум в половину выше. Из отчета Бена Паркера от 9 мая 2018 года. Ему явно необходимо улучшить защиту под кольцом. Для игрока с такими элитными физическими данными его способность блокировки броска находится на минимально среднем уровне, хотя он, казалось бы, прогрессировал весь первый сезон. Эйтан однозначно должен улучшить свои показатели в ближайшее время, так как в NBA у него будут гораздо более серьезные соперники. Также необходимо проработать моменты обработки мяча и его контроля под кольцом, потому что те нелепые потери, которые он допускает сейчас, могут сильно помешать ему в прогрессе и серьезно снизить атакующие навыки. Еще одним немаловажным моментом я бы отметил его игровую мотивацию. Иногда складывалось ощущение, что он начинает играть пассивно и лениво, хотя ранее он играл с гораздо большей самоотдачей и агрессией. Сегодня Деандр Эйтан однозначно является фаворитом в предстоящем драфте. Об этом, кстати, вообще без доли стеснения говорит и он сам, и Феникс, который обладает первым пиком. Я же в своем личном драфт-списке поставлю Эйтана, пожалуй, на третье место, только из-за действительно моментов ленивости и, как по мне, явной нескромности по отношению к самому себе. Кстати, из последних достижений в копилку Деандр прилетело звание лучшего новичка года лиги ПЕК-12, лучшего игрока года все той же лиги и премия Карла Мелоуна. Пишите в комментариях, под каким пиком драфта, по вашему мнению, Эйтан пойдет играть в НБА. А также, перед тем, как мы с вами попрощаемся, я для начала хочу сказать отдельное спасибо бренду Комбаскет за информационную поддержку нашего канала. Ссылочка, как обычно, в описании. Ну и, как обычно, подписывайся на канал, нажимай на колокольчик и ставь баскетбольный лайк, если выпуск тебе понравился. Услышимся в следующем ролике. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok